Всем добрый день! Сегодня темой нашего разговора станет знаменательная дата, которая вот отмечается сейчас, кем отмечается, а кем вспоминается со скорбью и с грустью, а именно 80-летие присоединения Прибалтики к Советскому Союзу, которое происходило летом 1940 года. Ну, вообще говоря, вопрос очень подробно разобран, куча споров вокруг него и российских историков, и прибалтийских, и политические разногласия тоже вокруг него присутствуют, когда в странах Прибалтики официально утверждается, что СССР был оккупантом, да, это, значит, была оккупация, наш и официальные органы власти, наши историки, большинство, большинстве своем говорят, что никакой оккупации не было, вот, в общем, целый-целый комплекс вопросов с этим связан, и вот, который давно обсуждается, ну, я бы вот остановился немножко поменять оптику с тем, чтобы и рассмотреть вопрос с точки зрения политических технологий, как это именно делалось, и кадровых технологий тех времен сталинской системы конца 30-х, начала 40-х годов. Предыстория вопроса. Согласно секретным протоколам к пакту Молотова-Риббентропа, заключенному в августе 39-го года, Прибалтика, как известно, относилась к сфере влияния СССР, и после начала Второй мировой войны, в сентябре-октябре, советское правительство заключает с тремя республиками пакты о взаимопомощи. Каким образом это делалось? Действовать приходилось как бы как дипломатическими методами, так где-то и давлением, а где-то и с помощью неких преференций. Вот. Ну, например, первым такой пакт был заключен с Эстонией, и предшествовал ему инцидент с польской подводной лодкой Ожил. Там, значит, польская подводная лодка, а Польша в состоянии уже войны с Германией, пришла в Таллинн, Эстония нейтральная, начали эту подводную лодку там разоружать, но внезапно, значит, лодка уплыла вместе с оставшимся оружием и охраной, которым ее высадили. Вот. Потом обнаружились они в Швеции, значит, охранников вроде как отпустили, но тем не менее это был повод на тот момент для дипломатического конфликта. Соответственно, СССР обвинил Эстонию в том, что, значит, была принята вот эта польская подводная лодка, как бы поддержала одну из воюющих сторон, нарушение нейтралитета. И было предложено, значит, вызваны министр обороны Эстонии и посол, приглашенный в Москву на прием к Вячеславу Михайловичу Молотому, возглавлявшему наркомат иностранных дел. Им было предложено, убедительно предложено, заключить соглашение с Советским Союзом с тем, чтобы Советский Союз разместил свои войска в Эстонии и тем самым гарантировал ее безопасность. Ну, значит, в итоге эстонцы подумали и согласились. И было принято контингент, что до 25 тысяч советских солдат и офицеров могут в Эстонии находиться. Такое же соглашение было заключено с Латвией, вот, а с Литвой там, вот, для них еще дополнительный пряник сделали. Дело в том, что после подписания пакта и начала Второй мировой войны, да, немецкие войска входят в Польшу, наши двигаются на запад и занимают территории, значит, то, что называется Западной Украины и Белоруссии, да, на тогда принадлежавшие Польше. Вот, и граница сильно сдвинулась на запад. СССР теперь граничивал уже с Литвой, с которой раньше общей границы у него не было. А город Вильна, да, нынешний Вильнюс и столица Литвы, он находился как раз тогда на территории Польши и попал, значит, в советскую зону. И товарищ Сталин так широким жестом предложил подписать вот два соглашения. С одной стороны, советские войска входят в Литву, заключается пакт, да, с другой стороны, Вильна, вот, возвращается литовскому государству. Это несмотря на то, что население там преимущество было славянским, и вообще там проходили митинги за воссоединение с советской Белоруссией в тот момент, вот, а не с Литвой. Но, тем не менее, 10 октября Вильна отдали, соглашение подписали, контингент до 50 тысяч человек, потом снизили до 20, значит, договорились о том, что советские войска будут введены. Вот, плюс соглашение это позволяло вводить дополнительные военные силы, советские, в случае необходимости, да. Ну и, соответственно, вот эти вот войска начали потихоньку туда пребывать и там размещаться в конце 39-го года. Сталин в беседе с Георгием Димитровым, главой Коминтерна, тогда говорил, в пактах о взаимопомощи мы нашли форму, которая позволит вовлечь в орбиту интересов СССР целый ряд стран. Но пока мы сохраним их государственный строй, будем действовать, не добиваясь их советизации. Придет время, и они сами это сделают. Ну, в последующем такая модель была применена к Восточной Европе после войны, когда вот все эти государства не присоединяли к СССР, а, значит, существовала там собственная власть, да, и довольно-таки непростой путь построения социализма, собственно. Вот, значит, вот первоначально такие вроде как были намерения, однако реалии военного времени все быстро поменяли. К лету 40-го года произошел фактически разгром Франции. Англия в очень сложной ситуации находится, да, то есть Гитлер очень быстро сумел расправиться с французскими войсками. Чего не ожидалось, да, там были надежды, были прогнозы того, что надолго там война продолжится, как в Первую мировую, когда они там вот годами эту позиционную войну вели, сидя в траншеях друг против друга. А тут танковые армии Гитлера, значит, моментально практически Францию разгромили. Вот, это меняет баланс сил, да, и ясно уже, что, ну, всем очевидно уже, что война вскоре придет и на эти территории, приближается к границам Советского Союза. Поэтому решили ускорить историю с Прибалтикой и, значит, уже полностью ее присоединить, чтобы исключить всякие возможные инциденты. Вот, какие, значит, были к тому поводы? Реальные или, может быть, немножко их приукрасила там советская дипломатия? Вот, ну, во-первых, вдруг стали исчезать советские военнослужащие. Внезапно там раз в Литве там пропал там солдат такой-то там, офицер. Вот, заявляется НОТА, начинают его искать, там не находят, не могут обеспечить безопасность. Может и реально куда-то там солдат пропал, а может и не пропадал. Вот, ну, в общем, вот такие случаи как бы отмечались и советское руководство это начало ставить на вид прибалтийским коллегам. Далее, значит, вот возродилась тема с так называемой Балтийской Антантой. Существовал проект такой вот, ну, Балтийской Антанты, в рамках которого эти три государства между собой сотрудничали. И считалось, что, как бы, в первую очередь он направлен против Советского Союза. Вот, ну, вот из телеграммы Молотова полпредом СССР в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Это июнь 1940 года. После подписания Эстонии, Латвии и Литвой пакта взаимопомощи с СССР, Балтийская Антанта, члены которой Латвия и Эстония были еще раньше связаны военным союзом против СССР, не только не ликвидировались, но усилила враждебную СССР и заключенным с ним пактом деятельность, включив военный союз и Литву, а также стала подготавливать включение в него Финляндии. До пактов Балтийская Антанта не собиралась почти год. После подписания пактов она имела две конференции, лишь на отрезке трех месяцев. На этих, проводившихся фактически за спиной СССР конференциях, секретно намечались способы борьбы против растущего влияния СССР в Прибалтике и против пактов взаимопомощи в частности. В Балтийской Антанте за последние месяцы усилились секретно от СССР согласованные меры военного характера в Эстонии, Латвии и Литве. Эстония назначила военного атташе в Литву, а Литва в Эстонию. В ноябре-декабре 1939 года состоялись встречные поездки над штабов Литвы и Латвии. В декабре 1939 года три литовских генерала в сопровождении чиновника МИДа ездили в Эстонию и Латвию. В связи с указанным выше, советское правительство рассматривает военный союз трех прибалтийских стран как нарушение пактов, которыми запрещено участие во враждебных договаривающимся сторонам коалиции. Ну понятно, да? То есть какие-то там между собой ведут переговоры, атташе назначили, красный старший брат смотрит на это плохо. Ну и самое интересное свидетельство, обнаруженное историком, которое могло повлиять на вот эту вот советскую политику, обнаруженное историком Александром Дюковым в литовских архивах, а это следственное дело главы Департамента госбезопасности Литовской Республики Аугустина Павилайтиса. Вот. Согласно этому, значит, этим документам, 20 февраля 40-го года, да, то есть уже после вот этих пактов Советским Союзом, было подписано секретное соглашение о сотрудничестве главного управления имперской безопасности Германии и Департаменту госбезопасности Литвы. То есть нацистская и литовская разведки за спиной Москвы договорились о сотрудничестве. Вот. Это, конечно, уже прямая опасность, да, того, что, значит, Литва первой могла оказаться из них в зоне нацистского влияния и сговор на таком самом высоком уровне. Вот. Это недавно обнаруженные документы в литовских вот архивах, которые вот крайне интересны. То есть если это действительно советскому руководству стало известно, то, в общем, можно понять, насколько негативно оно к этому отнеслось. Так или иначе, было решено переходить к новому этапу, где-то в начале, вот в конце мая, начале июня 40-го года, и Прибалтику уже, значит, плотно присоединять. Все делалось, причем очень изящно. Вот. То есть никакого вот... Просто то, что взяли там, вошли танки, да, там, подавили независимость и так далее. Не, ничего подобного. Вот. Для начала вызвали в Москву дипломатов и стали их обрабатывать, дипломатов, министров, и стали их обрабатывать на предмет ввода советских войск. Вот. Ну, уже полноценного, да, не только вот то, что договорами предусмотрено, а полноценного. Вячеслав Михайлович Молотов на старости лет уже в беседе с писателем Феликсом Чуевым вспоминал, как это было. Коммунисты и народ Прибалтийских государств высказывались за присоединение к Советскому Союзу. Их буржуазные лидеры приехали в Москву для переговоров, но подписать присоединение к СССР отказывались. Что нам было делать? Я вам должен сказать по секрету, что я выполнял очень твердый курс. Министр иностранных дел Латвии приехал к нам. Я ему сказал, обратно вы уже не вернетесь, пока не подпишете присоединение к нам. Из Эстонии к нам приехал военный министр. Я уже забыл его фамилию, популярный был, мы ему тоже сказали. На эту крайность мы должны были пойти и выполнили, по-моему, неплохо. Я в очень грубой форме вам это представил. Так было, но все это делалось более деликатно. Но ведь первый приехавший мог предупредить других, спрашивает молотого писателя Чуев. А им деваться было некуда. Надо же как-то обезопасить себя. Когда мы предъявили требования, надо принимать меры вовремя, иначе будет поздно. Они сжались туда-сюда. Когда буржуазные правительства, конечно, не могли войти в социалистическое государство с большой охотой. А с другой стороны, международная обстановка была такова, что они должны были решать. Находились между двумя большими государствами. Фашистской Германией и Советской Россией. Обстановка сложная. Поэтому они колебались, но решили. А нам нужна была Прибалтика. После соответствующей обработки решено было направить в три республики советских эмиссаров. Которые на местах должны были проводить этот процесс присоединения к Советскому Союзу. И то, какое значение этому придавалось, видно из того, что в Эстонию направили товарища Жданова. Товарищ Андрей Жданов на тот момент член ЦК ВКПБ и руководитель Ленинграда. Понятно, что он по должности занимается регионом, который вокруг и финской компанией он занимался. Ну и вот, соответственно, Прибалтикой. На тот момент уже он как бы правая рука Сталину. Андрей Жданов был отправлен в Эстонию. В Литву отправили Владимира Деканозова. Это заместитель наркома Молотова. И в Латвию отправили Андрея Вышинского. Это бывший знаменитый генеральный прокурор СССР и тоже заместитель Молотова. Вот. Ну вот эти люди процессы осуществляли. Соответственно, такой получается интернационал. Русский Жданов, поляк Вышинский и грузин Деканозов. И вот эти люди советизировали, не советизировали, а присоединяли к Советскому Союзу Прибалтику. Ну давайте, значит, процесс в принципе проходил похоже во всех трех республиках. Некоторые отличия были в Литве, я об этом скажу. В принципе, очень похоже. Все и по срокам, и по процедурам. Вот. Давайте, наверное, подробнее на Эстонии остановимся. А дальше я, так сказать, про других тоже скажу. Значит, 16 июня происходит беседа Молотова, вот этого и упомянутого министра обороны Эстонии. Его фамилия была Рей. 17-го происходит ввод советских войск, и войска входят, не встречая сопротивления. Ни эстонской армии, ни населения эстонского, значит, просто входят в Эстонию, в ключевые города. Да. Дело в том, что президент Константин Пятц, который правил, значит, в течение уже длительного времени страной, и в принципе не считался таким откровенно антисоветской настроенным, с ним велись определенные там действия, торговые, да, и политические. Вот. Президент решил, что сопротивляться в этой ситуации бессмысленно. И, значит, не отдал соответствующего приказа армии. Вот. В общем, войска заходят без сопротивления. Как каких-то там действий со стороны населения, чтобы тоже нападали, подрывали танки, там партизанщина какая-то, тоже ничего этого отмечено не было. Да. Не везде встречали цветами, но и случаев нападений тоже практически зафиксировано не было. 19 июня происходит прибытие в Таллинн товарища Жданова. Жданов встречается с Пятцем. Вот. Они, кстати, любопытны, что оба бывшие прапорщики царской армии еще до революции. Ну, Жданов из семьи, значит, связанной с духовенством, да, у него там из духовной академии, отец был преподаватель. А Пятц из семьи крупных землевладельцев, такие олигархи, считайте, но оба служили в армии, вот первую мировую войну были прапорщиками. В общем, они встречаются и возникает вопрос, как жить дальше и как формировать новые органы власти. Понятно, что оставить старых руководителей, в том числе Пятца, например, правительство, ну, советская власть не могла, да, это был не вариант. Вот. Сразу же начать там вводить коммунизм тоже считалось неправильным, да. Поэтому стали просто на коленке придумывать кадровое решение, да, вот сейчас здесь и сейчас на месте. То есть я так понимаю, что придумывали их эти решения о составе правительства просто именно непосредственно Жданов, сотоварищи, да, в Эстонии, в Латвии и Литве, ну, и согласовывали в Москве. Вот. Никаких там заранее списков составлено не было. Вот. Какое, что придумали? Придумали на самом деле гениальное решение и создали так называемое правительство поэтов. Вот. Вот, значит, как это было, беседа с одним из кандидатов правительства Жданова, вот, приводится в его биографии в серии Жизел, авторства Алексея Волонца. Вот. Значит, пригласили вот Ниголя Андерзена. Это был известный такой умеренный оппозиционер, левый поэт, такой, пользовавшийся хорошей репутацией в стране. Значит, разговор со Ждановым будущий министр Андерзен вспоминал так. Наши переговоры продолжались около двух часов. Жданов сказал, что в Эстонии необходимо создать новое, по-настоящему демократическое правительство. А зачем? Начал расспрашивать меня о способностях и деятельности отдельных людей. Он спросил мое мнение о Варесе, как о премьер-министре. Я ответил, что очень доверяю Варесу, однако мне известно, что ему чужда всякая административная деятельность. И боюсь, что у него могут возникнуть затруднения. Профессор Нуута я лично не знал, но, будучи наслышан о нем, дал ему позитивную оценку. Кто больше известен в народе, Нуут или Семпер? – прозвучал вопрос. По моему мнению, Семпер ответил я без колебаний. Насколько я знаком с профессором Круусом? Я ответил, что мало встречался с ним лично, охарактеризовал его как историка, сказал о его антипятцевских выступлениях. Все это Жданову было известно. Мог бы я порекомендовать Круусов, члена правительства? Я побоялся это делать и сказал, что я не был близко знаком с Круусом. Так мы отсудили еще, у многих среди них был ряд военных, о которых я ничего сказать не мог. В конце разговора Жданов спрашивает, какое министерство сам Андерзен мог бы возглавить. Я об этом не думал, ответил филолог и поэт. Пора было бы подумать, не без юмора, заметил Жданов и предложил собеседнику Министерства иностранных дел. Бывший депутат откровенно растерялся. Это же самая незнакомая для меня область. Если я с чем и попаду в просаг, то в первую очередь с этим министерством. Не беда утешил Жданов. Газеты читайте, во внешней политике ориентируйтесь, а это главное. Вот, трое суток продолжались эти консультации. Андерзена назначили министром, а премьер-министром назначили вот этого самого Йоханнеса Вареса, который писал стихи под псевдонимом Барбарус. Причем во времена гражданской войны в Эстонии он как раз воевал на стороне белых, условно местных, то есть не за красных. Хотя и при этом был человек сам с левыми симпатиями. Ну, сами понимаете, в гражданской войне разные комбинации ситуаций бывают. Это дополнительную придавало устойчивость правительству, что такой человек его возглавляет. Не ставят коммуниста, да, не ставят даже прям своего. Вот, хотя, я уже сказал, некоторые там революционные симпатии у него были. Вот он поэт, да, Барбарус, вот вам стихотворение, значит, в переводе на русский, 20-х годов его. Автопортрет. О душе промолчу, душа вне предела. Магнетической буре страсти отдана. Бесформенно, эфемерно она. Я опишу геометрию тела. Лицо, круг, выдвинут впереди нос. Треугольник с гипотенузой. Очерченный поцелуями рот навечно обмечен с музой. Транспортир бровей. Не видать низги. В чернити этих разлатых штуковин. У смуглых век две синих дуги. Поверьте, я очень греховен. Глаза оттенка балтийской волны. Зрачков расширенные темные недра. Горящие взоры из глубины. Как снопы цветов и сторгают щедро. В ушах интернационал. Харал. Шкала настроения непостоянна. В моей груди мятежа интеграл. Сердце радуга. Флейта фауна. Вот такой человек встал в главе Эстонии. Но не сразу. Потому что Пятс упорствовал. И не соглашался привести к власти новое правительство. И тогда 21 июня 1940 года в Таллине случилась так называемая солнечная революция. Дело в том, что остальные дни вот этого июня 1940 года было пасмурно. А этот единственный был день солнечный в Таллине. В общем, с утра собралась на улицах многотысячная демонстрация. Для Таллина это очень... Для небольшого Таллина, да, даже несколько тысяч человек, это реально, значит, серьезная сила. И причем надо отметить, что Пятс, как и другие правители в Прибалтике, да, они в этом смысле тоже похожи, три республики, он был далеко не демократом, а диктатором. То есть после своего прихода к власти в 1934 году он совершил военный переворот, запретил деятельность политических партий, запретил массовые акции. И, в общем, это была такая вполне себе диктатура, полуавторитаризм, полудиктатура. Сам несколько раз там переизбирался, потом назначал себя президентом. Вот, и, соответственно, массовые акции запрещены, демонстрации быть не должно. Тут собирается огромная толпа с красными флагами под требованиями повышения уровня жизни, отставки правительства. Толпа, которая поет советские и эстонские песни, требует дружбы с Советским Союзом, требует перемен. И на все это смотрят советские офицеры, которые вот вошли в город недавно, да. И вот под этим самым взором советских офицеров, естественно, эстонская полиция и армия не решаются разгонять манифестацию. Поэтому в этот день, вот так, весело, с песнями, значит, люди проходят по городу, вывешивают красные флаги над замком Томпе, над МВД, над Арсеналом. Выпускают политических заключенных, аж 27 человек, которые там находились. Дальше создают рабочие дружины, берут под охрану Арсенал с оружием. Вот. Жданов приветствует все это с балкона советского полпредства. Министры, которые сидят в правительстве, значит, в правительственных зданиях, смотрят на происходящее на улицах. Один из них, министр СМИ, говорит, ребята, дело в жопе, это конец по-русски. Ну и все. И к вечеру, значит, президент ПЯЦ подписывает указ о формировании нового правительства. Вот. Надо сказать, что, смотрите, во-первых, все происходит в полном соответствии с законом, да. Значит, действующий президент подписывает указ и передает власть новому правительству. То есть, все в соответствии с национальным законодательством, да. Вот такой мирный переход власти под народным давлением. Вот. Еще тут надо отметить, что симпатии к СССР были достаточно значительные, тоже во всех трех республиках. И еще в этот момент, когда вот происходит эта солнечная революция, а дальше начинается подготовка к парламентским выборам, особый упор делался на пропаганду успехов жизни в Советской России, да. Вот. Ну, приведу пример немножко из более поздних времен. В 1950-1951 году вышел в эфир советский фильм, значит, в Эстонии снятый «Свет в Куорде», который повествует о том, как восстанавливают Эстонию после войны. Приезжает такой простой парень с фронта, которого играет никто иной, как Георг Оц, да, великий эстонский советский певец. Едет в электричке, в электричке все вместе поют «Россия вольная, страна прекрасная, советский край моя земля». Эстонцы и русские, да, по-эстонски. Вот. И дальше он там возглавляет колхоз, начинает бороться с местными всякими там недобитыми реакционными элементами, там, ну, вот это, там, профашистскими. Потом приезжает в Россию и, вот, значит, на Кубань обменяться опытом. Вот. И на Кубани видят такие, значит, колхоз, где огромные такие скриды, я не знаю, снопы там, в общем, пшеницы, вокруг которых колхозники ездят на черных автомобилях, типа там, волк представительских. Вот. Он говорит, вот, смотрите, как в России живут. Потом приводит фильм, да, показывает себя в колхозе, и мы так заживем. Вот. Отличное кино, посмотрите, и Георг Коттс там прекрасен, там песен много, вот, классно. Вот. Ну, вот, фильмов тогда еще не было, но такого рода пропаганда была, и, в общем, определенные успехи экономические у СССР были, и это на людей действовало. Поэтому, значит, создается Союз Трудового Народа, так называемый, да, просоветский, в который входят разные организации и, там, просоветские партии. И 14-15 июля проходят парламентские выборы. Выборы были более демократичные, чем при президенте Пятце, да, там был имущественный ценз, который, ну, там ряд, в общем, избирателей были отсечены от выборов, значительная часть. Вот. А, значит, в этих выборах приняло участие около 80%. Это препятствие где-то половина, 50-60% принимало участие. Значит, 80% населения приняло участие, 92% голосуют за Союз Трудового Народа Эстонии. Ну, конечно, это все... Нельзя сказать, что это были вот выборы стерильные, да, как бы в рамках, там, обычных демократических процессов. Конечно, там отсекли, там, ряд кандидатов от всяких антисоветских и оппозиционных партий. Конечно, эти выборы проходили под приглядом тоже пристальным советских офицеров тех же. Вот. В общем, это все было, да, это не существовало. Но, тем не менее, мы не можем отрицать того, что все-таки большинство избирателей тогда добровольно пришли и проголосовали за присоединение к Советскому Союзу. И подтверждение этому мы находим в совершенно неожиданном источнике. А именно, во время уже нацистской оккупации в 1942 году историки-коллаборационисты под руководством Арнольда Сомса стали исследовать, вот, как проходили эти выборы. И вот, представьте себе, не нашли никаких существенных фальсификаций, то есть, расхождений с официальными данными, да. Ну, там были какие-то бюллетени испорченные, кто-то писал, Жданов, убирайся в Россию. Значит, где-то там была немножко явка завышена, но в целом, вот, даже комиссия при нацистах не смогла там существенно подкопаться к результатам этих выборов. Поэтому, при всем при том, да, при всех но, волеизъявления народа, в общем, по-моему, очевидно. Вот, далее, 21 июня происходит первая сессия новоизбранного парламента. Она провозглашает создание Эстонской Советской Социалистической Республики. Президент Пятс уходит в отставку. И 6 августа, значит, СССР принимает прошение Эстонии о вступлении, вот, на сессии, значит, Верховного Совета, там, с девушками, с частями девушек национальных костюмах. Там все это торжественно происходит. И появляется, значит, Эстонская СССР. Вот, еще раз отмечу, что все произведено четко, смотрите, по законам, по международному праву. Да, был один пакт, по которому было разрешено ввести войска. Был, значит, там было разрешено их увеличивать, их представительство, количество войск, что и произошло. И дальше вот так поэтапно, поэтапно все происходит. То есть, законно избранный президент, ну, как Пятс он диктатор, да, ну, будем считать, что на тот момент де-факто президент, да, передает власть правительству. Значит, парламентские выборы проходят, он уходит в отставку. И парламент принимает решение о присоединении к Советскому Союзу. Вот, все. Ну, поэт дальше до 50-х годов, там, до начала 50-х годов так и руководил Эстонская СССР поэт Барбарус. Я уже сказал, что в двух других республиках все происходило примерно по схожему сценарию. Значит, в Латвии рулил процессом Андрей Юнарич Вышинский. Вот кому интересно, у меня про него была отдельная лекция. Тоже он осуществлял в тот момент, осуществился его карьерный взлет, потому что он был прокурором СССР, да, выступал обвинителем на основных процессах, на московском процессе, на, значит, занимался там делом Тухачевского. Тухачевского и прочими, которые были очень важны для Сталина, и он сумел юридически безупречно эти процедуры провести. Поэтому дальше он становится зампредом председателя Совнаркома СССР, то есть того же Молотова, и начинается решать, помимо вопросов юриспруденции, там, системы наказаний, кстати, еще и культура и образование, там в его тоже входила частично функция, начинает решать дипломатические вопросы. Вот его отправляют в Латвию. Там ведет он переговоры с президентом Карлесом Ульманисом, который тоже, значит, совершил военный переворот в 1934 году, отстранил там правительство законно избранное и, значит, с тех пор правил Латвией. Ульманис тоже точно так же решил сопротивление не оказывать, советские войска беспрепятственно в Латвию вошли. 21 июня, опять же, в Риге собирается демонстрация 80 тысяч человек, тоже гигантская цифра, да. И Вышинский в течение нескольких часов приветствует ее участников тоже с балкона. Отмечалось, что большинство участников были Латыши. Вот, дипломатический корпус был поражен, в частности, английский посол, что такое вот так это все происходит. Ну, опять же, мы должны понимать, что да, советские вот эти вот администраторы и войска, которые пришли, они участвуют в организации этого, да, каких-то, так сказать, групп населения. Но надо понимать, что многие приходили и сами. И вот, ну и та же самая ситуация. Значит, президент Ульманис уходит в отставку. На выборах в 7 блок трудового народа получает полтора миллиона голосов из почти двух миллионов жителей страны. То есть там 94% голосов. Главой народного правительства, а затем главой Латвийской СССР, он еще потом был заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, становится старый, уважаемый, заслуженный человек, микробиолог, врач, левый интеллектуал Август Кирхенштейн. Тоже, значит, левых взглядов человек, но не коммунист и всеми уважаемый за свою научную деятельность. Он был первый доктор наук в Латвии независимый. Вот, значит, про Литву. В Литве ситуация немножко другая, и еще хотелось бы поподробнее остановиться на личности Владимира Диконозова, потому что про Вышинского уже я рассказывал, про Жданова тоже была лекция, вот про Диконозова не говорили, а личность примечательная. Значит, кто такой? Владимир Диконозов родился, он же, значит, грузинского происхождения, родился в 1898 году в Баку в семье контролера нефтяного управления. Учился в местной гимназии и в медицинском университете. А за Кавказские университеты Бакинский – это рассадник тогда левых взглядов, марксизма, рассадник революционных кадров. Поэтому ничего удивительного, что он ими проникся. И с началом Гражданской войны в 18-м году становится бойцом Кавказской Красной Армии. И потом в Бакинском подполье, когда Красная, значит, находились в подполье при националистическом правительстве, познакомился с Лаврентием Берией. И это знакомство определило его дальнейшую жизнь, карьеру, а впоследствии и конец. Потому что с Берией он дальше неразлучен становится. Работают оба в органах ЧК, в органах госбезопасности. Везде, куда Берия подымается, Деканозов становится его заместителем. С 1931 года Берия возглавляет Грузию. Деканозов при нем занимается развитием транспорта. Возглавляет наркомат торговой и пищевой промышленности. И считается, что был неплохой менеджер. В частности, сумел наладить производство цитрусовых. Наслужил хорошую репутацию. В 1938 году Берию ставят уже в главу НКВД. Вместо Андрея Ежова, при котором начавшиеся репрессии начали приобретать совершенно неконтролируемый характер. И надо было исправлять перекосы. Деканозов становится его заместителем. Причем одновременно курирует внешнюю разведку и контрразведку в стране. Через полгода становится представителем Лубянки. Соответственно, органов в Министерстве иностранных дел. Там была комиссия по рассмотрению его деятельности. Дело в том, что тогда меняли команду наркома бывшего Максима Литвинова, которого сочли, что слишком он на дружбу с Англией и США заточен. Слишком тесно. А установки были другие. Поэтому назначили министром Молотова. А, соответственно, Деканозов стал его заместителем в МИДе. Хотя получается, что он человек Берии, а не молотовский выдвиженец. Тем не менее, Молотов характеризовал его, как говорит, работник неплохой, человек честный. Только Сталин ему говорил, что ты ведь на самом деле не грузин, а армянин на самом деле. Выдавал себя за грузин. Значит, соответственно, вот в 40-м году Деканозов у нас оказывается в Вильнюсе. А там у нас президент Антонас Сметона, человек, который повел себя по-другому. В отличие от двух других лидеров. Он попытался заигрывать с немцами. Несмотря на заключенный Советским Союзом пакт, вот, например, послу Великобритании в Литве он говорил следующее. Гитлер будет уважать частную собственность, если он войдет маршем в Литву. Советский Союз, напротив, конфискует собственность и откроет в сельской местности колхозы. Что мы в этих условиях сможем сделать, кроме как вручить наши судьбы Германии? Ну, понятно, он там пытался играть тоже, и англичан там на что-то подбить. Ну, и дальше я вам цитировал концепцию Александра Дюкова, говорил о концепции Дюкова о том, что... Не концепцию, а находку его в литовских архивах о том, что было секретное соглашение между спецслужбами в феврале 1940 года заключено. Конечно, Сметона об этом знал. И, значит, вот концепция Дюкова, собственно, состоит в том, что Сметона подставил остальных прибалтийских лидеров. И Сталин прибалтику присоединить не собирался. Ему было достаточно военных баз, да, и вот тех, кто по Первому пакту вошел. А присоединять было решено после того, как узнали, в том числе, вот о таких попытках сговориться с немцами, да, и уже о конкретном договоре. Мне эта история представляется немножко сомнительной, потому что, ну, там уже 40-й год, да, уже война вовсю идет в полном разгаре. Франция, как бы, заканчивает свое существование независимое, рушится, да, и Гитлер там гуляет по Елисейским полям. И понятно, что надо было, как бы, дорешить, дорешать начатый вопрос, да, с прибалтийскими государствами. И тут решающей роли не играло, вот, мне кажется, не могло играть такое соглашение. Хотя могло вполне оно учитываться, да, в общей обстановке. Ну, в общем, мне кажется, что скорее общая обстановка диктовала все-таки присоединение республик, на тот взгляд, и вряд ли бы Сталин что-то в этом остановил. Вот, да, еще, значит, мы все-таки не будем забывать, что к тому времени уже, к конец 30-х, начало 40-х, это сталинское руководство, это совсем немножко с другими взглядами люди, чем те, кто были в 17-18 году, да, уже с гораздо больше такой государственной имперской жилкой, национал-большевистской, если хотите. Вот, Молотов вот потом вспоминал прямо, он говорил, что главным своей жизни, значит, считал укрепление социалистического строя, усиление военной, экономической, политической роли нашей страны. Хорошо, что русские цари навоевали нам столько земли. Свою задачу как министр иностранных дел я видел в том, что как можно больше расширить пределы нашего отечества. И кажется, мы со Сталином неплохо справились с этой задачей. Ну и, собственно, вот он тут говорит, что там ссылается на Сталина, что он говорил, Прибалтика это исконно русские земли, снова наши. Так что тут имперский принцип тоже присутствовал, в общем, по-моему, нечего совершенно этого стесняться. Вот, а то, что пытались литовцы сговориться с немцами, литовское руководство, то, так это факт. Вот, ну вот, в общем, значит, вот этот самый Антон Сметона, он, когда Советский Союз предъявил ультиматум, Предложил правительству обратиться за помощью к немцам и, значит, сопротивляться, начать войну, да, объединиться с Германией. Но правительство его не поддержало. И за 15 минут до истечения ультиматума он передал полномочия премьеру Антон Сумерису и бежал в Германию, где его и приняли с распростертыми объятиями. Это было 14 июня. 15 июня советские войска входят в Литву. Дальше все по той же самой схеме. Значит, происходят выборы. Явка здесь 95,05%, из которых 99 проголосовали за Союз Трудового Народа. Значит, возглавил Литовскую АССР Юстас Палескис. Сын Кузнеца, рабочий, журналист, поэт тоже. От левых взглядов он ездил в СССР в 30-е годы, потом требовал в Литве ухода с Метоны и за что отсидел в исправительном лагере. Интересно, что он оказался долгожителем вообще среди них всех и возглавлял Советскую Литву аж до 1967 года. И показательно, что его внук Альгерда Сполецкис сейчас известный деятель социалистического движения. А поскольку отрицание оккупации, например, Советским Союзом Литвы и советская символика и подобные штуки в Литве сегодня запрещены, то он подвергается преследованиям властей. Вот сейчас отсидел полтора года по обвинению в шпионаже в пользу России, надуманному, вымышленному. Вот сейчас его отпустили на свободу, но процесс еще продолжается. Видите, история перекликается. Дед сидел в тюрьме при националистической диктатуре, внук сидит сейчас в Литве тоже при националистической диктатуре в тюрьме. Вот еще на один аспект деятельности Диканузова в это время и в этих краях хотел бы обратить внимание, который не особенно известен. У нас часто либеральные историки упрекают Сталина в переселении народов, в том числе из Прибалтики, то, что выселяли и тогда в небольшом количестве, там разные, кого советская власть считала реакционными элементами, и особенно после войны, вот, там иногда, так сказать, мы слышим обвинения в адрес сталинского руководства в антисемитизме, ну, тоже там касательно более поздних времен, там, дело врачей и так далее. Вот, а на самом деле были истории совершенно противоположного толка. Вот одной из них занимался чекист Диканузов, а именно, это была сверхсекретная операция по переселению германских, а затем восточноевропейских евреев, части их, через Советский Союз и дальше по нескольким маршрутам, там, в Палестину или в Америку. Вот, дело в том, что после «Хрустальной ночи» в 1938 году, в общем, немецкие евреи уже поняли, что надо пытаться уехать, куда только возможны страны, да, что они будут уничтожены, но страны Западной Европы, Америка их не принимали, и, значит, вот открылся такой путь на восток. Он был, в принципе, коммерчески обусловлен, потому что, то есть немцы брали деньги с богатых еврейских семей, с еврейских организаций, вот, и затем их выпускали, и через территорию Советского Союза, Советский Союз тоже там какие-то средства получал от этого, они, вот, проезжая по Транссибу, дальше пребывали в Шанхай или в Японию, и было еще несколько маршрутов, там более других, но вот основной получился вот этот. И, значит, затем отправлялись в Палестину или в Южную Америку, где их принимали. Вот, в общем, и точное количество неизвестно, сколько людей таким образом было спасено, но речь идет о весьма-весьма значительном количестве народу. Вот, например, согласно записке от 26 мая 1940 года, от Деканозова, наркому путей сообщения Лазарю Кагановичу, он просит разрешить транзит из Вильна в Палестину около 5000 евреев, это только одна партия, да, вот, мая 1940 года. А вот, значит, во время пребывания это уже получается, что, уже получается, что Литва присоединяется к Советскому Союзу, вот телефонограмма Деканозова из Каунаса в Советскому Правительству. В настоящее время в Литве, особенно в городе Вильна, скопилось много беженцев-евреев из бывшей Польши. Часть этих беженцев имеет польские паспорта, и большая часть из них имеет совкондуиты, это охранное свидетельство, выданное литовским правительством. Общее количество таких беженцев около 800 человек. По социальным категориям это духовенство, учащиеся в религиозных школ, учителя, торговцы, адвокаты и другие лица свободных профессий. Эти беженцы имеют родственников в Палестине и Америке, куда они желают уехать. Все они обеспечены соответствующими визами и деньгами. Оставление этих беженцев в Литве нежелательно, поэтому считаем целесообразным срочно разрешить им транзитный проезд через СССР, организовав их отправку по группам в 50-100 человек. Просим указаний 25 июля Деканозов-Позняков. Политбюро собралось, проголосовало, поддержало. И эти евреи, сбежавшие из Польши, где уже были нацисты, тоже были отправлены туда. И потом, насколько известно, там всякие известные религиозные школы основали. Вот такой деятельностью в том числе занимался чекист Деканозов. И немалое количество жизней было им спасено. Что касается его дальнейшей судьбы, то после литовской операции он стал послом СССР в Германии. И встречался с Гитлером, такую сомнительную имел честь. Вел переговоры. А внезапно в 1941 году, 1 мая, появился на трибуне Мавзолея во время парада по правую руку от Сталина. Все там долго гадали, что бы это могло значить. Секрет, в общем, раскрыл наш легендарный разведчик Павел Судоплатов, который тоже к этой группе бериевских выдвиженцев принадлежал уже в 90-е годы, пояснивший, что Деканозов встречался с послом Германии в Москве, графом Шуленбургом, который, в общем, не вполне разделял взгляды Гитлера и считал, что с Россией воевать опасно. И Шуленбург, понимая, что война приближается, говорил о том, что нужно предпринять какие-то меры срочные, как-то попытаться это остановить. Когда это было донесено Сталину, то советское руководство восприняло это не как личную точку зрения Шуленбурга, а как позицию правящих кругов Германии, что это Гитлер хочет договориться. Значит, есть возможность как-то оттянуть приближающуюся войну, значит, надо пытаться это сделать, встречаться, разговаривать. И таким образом, что информация воспринята, таким образом Деканозов и появился на трибуне Музолея рядом со Сталином. После начала войны он был задержан, интернирован, и в 1942 году обменяли их на границе с Турцией. В Турции с Шуленбургом, Шуленбург уехал в Германию, Деканозов вернулся в СССР. Продолжал работать на дипломатических постах различных. Ну а в 1953 году Лаврентий Берия назначает его главой МВД Грузинской ССР. После этого происходит знаменитое дело Берии, трибунал, после входа которого и сам Лаврентий Павлович и его соратники, в том числе Деканозов, были расстреляны. Была попытка его реабилитации, но в начале 90-х прокуратура отказала в этом на основании участия в Берьевских чистках в 1938-1939 годах. Хотя говорили, что он не слишком охотно занимался этими делами, а вот дипломатическая работа ему нравилась гораздо больше. Ну и видите, чекисты занимались много чем, где-то и спасали людей. Ну в общем, ему там снизили наказание с смертной казни до 25 лет, что уже, собственно, было не так уж и важно. А персонаж эпохи был интересный и примечательный. Выводы. Присоединение стран Прибалтики к Советскому Союзу произошло в полном соответствии с международным и национальным правом всех трех государств, со всеми легитимными процедурами, без существенного сопротивления и в достаточно сжатые сроки. Как так получилось? Ну, представляется, что, во-первых, Советский Союз и вообще левая идея имели немалую популярность среди местного населения. Если мы возьмем даже вот годы Гражданской войны, то везде ведь было немало красных среди эстонцев, латышей, среди ритовцев. И не только те, кто воевал, а вот и просто среди населения. К примеру, на выборах в учредительное собрание Эстонии, то есть было свое, свои выборы в учредительное собрание в России, да, и были выборы в учредительное собрание уже отдельное в Эстонии. Большинство получило, большинство получили большевики, 37% голосов. Вот там, правда, в сумме партий, которые выступали за независимость Эстонии, получили больше, но, сами понимаете, 40% тоже серьезная цифра. С Гражданской войны прошло 20 лет, но, так сказать, построить какие-то вот зажиточные, красивые демократии, да, там не удалось. Как я уже сказал, это были, в общем, полуавторитарные, полудиктаторские режимы с правами правительственные, с цензурой, с, значит, запретом массовых акций, политических партий, с политозаключенными. Самое главное, что экономически, в общем, страны оставались очень бедными, и поэтому определенные успехи Советского Союза и, значит, такое вот будущее в составе великой страны давало надежду рабочим, крестьянам, интеллигенции, которая левой была в значительной степени, надежду на лучшую жизнь. Вот, чему способствовало начало войны, из-за которой в Эстонии, скажем, вели карточную систему, там, сахар по карточкам выдавали, и вели трудовые лагеря для бедных с наказанием розгами и тюремным режимом. Все это, понятно, не способствовало популярности и ПЯЦа, и прочих президентов, поэтому защищать их никто не собирался. Да, они и сами, в общем, не пытались этого делать. Вот, ну и вторая причина, то, что у правящих элит и той части населения, которой не хотела, может, Советский Союз, в условиях начавшейся Второй мировой войны, все равно не было выбора. Не подчинить они требованиям Москвы, войска бы все равно ввели, и просто жестче бы СССР себя повел. Англия и Франция на тот момент ничем им помочь не могли. Вот, Черчилль, собственно, даже и приветствовал занятия Прибалтики советскими войсками, тоже понимая, что дело идет к войне, и это усилие СССР. Ну, а Германия на тот момент из своих соображений, как видите, тоже не стала вмешиваться в ситуацию, предпочла соблюдать пакт Молотова-Риббентропа до поры до времени, пока была занята делами на Западе, и на призывы литовского руководства о помощи не отреагировала. Ну, отчасти, то есть, конечно же, значительные части это право сильного. Да, право сильного. Пришел сильный Советский Союз и подчинил вот эти вот три республики. И вот это право сильного потом сыграло в обратную сторону, потому что при приходе нацистов уже население тоже в целом их встретило лояльно. Да, это было так, вот, относительно трех Прибалтийских республик. И еще один важный вывод, который касается уже и современности. Вот, с точки зрения политтехнологий, как выразился историк Алексей Волынец, эти события можно назвать ничем иным, как классическими цветными революциями. Потому что что такое цветная революция? Это когда люди выходят на улицу, недовольные, да, властью, требуют ее смены, и, значит, дальше власть уходит, но при этом это все происходит при активной поддержке извне. Не просто изнутри, да, а извне. Вот это вот классическая цветная революция. То, что мы наблюдали на Киевском Майдане в 2014 году при помощи США и стран Запада, которые там длительное время взращивали это националистическое движение, ну, про это много написано и сказано, и поддерживали этих самых майданутых. В общем, Киевский Майдан, да, классическая цветная революция, произошедшая при помощи США и стран Запада. В ответ было событие в Крыму, которое происходило при помощи России и вежливых людей. Тоже можно назвать цветной революцией, да. Недовольство населения, произошедшим переворотом при помощи извне, значит, Крым стал нашим. И поэтому ясно, что такие технологии для крупных держав и сегодня вполне актуальны, потому что не будучи субъектом их применения, очень легко стать их объектом. И тогда государству хана. И сталинское руководство не только осознавало это в полной мере, но и умело, изящно, красиво и разумно применять на практике, как это было в 1940 году. И в следующей лекции поговорим о том, как это происходило в Восточной Европе уже после Второй мировой войны, как строились социалистические государства, куда вошла Красная Армия, которые были освобождены в 1945 году от фашистов. Продолжение следует...